Тем временем каких-то других таблеточек нажался канцлер Шольц, который прямо там же находясь, на всем этом мероприятии, сказал, что не-не-не, Тавруса мы поставлять Украине не будем. И в этот раз он вынужден был говорить очень подробно. Очень подробно, потому что на этом саммите речь шла как раз о поставках нам ракет среднего и дальнего радиуса действий. И Шольцу пришлось не отделываться общими словами, типа, ну, не буду поставлять. Нет, он стал объяснять, что к чему. Германия является крупнейшим военным поставщиком Украины в Европе. Это, чтобы вы понимали, такая корректная фраза, дескать, мы и так поставляем много оружия. Это так и останется. То есть, смотрите, он собирается соревноваться с французами. Но понятно одно. Мы не станем стороной войны ни прямо, ни косвенно. Ради бога, никто вас не просит. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях. Окей. Значит, Берлин не должен связывать себя с целями, которых достигнет эта система. Это система в смысле Таурус. То есть, Берлин не должен себя связывать с теми объектами, которые мы собираемся разбомбить при помощи Тауруса. Дальше, продолжаю цитировать Шольца. Это ясность необходима. Я удивлен, что некоторых людей это даже не затрагивает, что они даже не задумываются над тем, может ли это, что мы делаем, привести к своеобразному втягиванию в войну. Ну, дальше он стал рассказывать, что на самом деле Украине не хватает ни ракет, а боеприпасов. В чем тут про ракеты, когда им нужны снаряды. И тут снова переходит к ракетам. Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают поставкой крылатых ракет британцы и французы, с точки зрения контроля над целями, сейчас сосредоточится очень сложная формулировочка немецкая. Спасибо, что я ее не по-немецки говорю, а то бы сейчас было. С точки зрения контроля над целями и сопроводительного контроля над целями не может быть сделано Германией. Это знает каждый, кто имел дело с этой системой. То есть, перевожу с немецкого на русский. Он говорит, английские и французские ракеты, англичане и французы могут контролировать, как мы используем. А немцы не смогут контролировать, как мы будем использовать Таурус. То есть, он нам как бы не верит, что будем использовать по назначению. Почему так? Ну, я думаю, это вот сейчас сложная история, но все-таки. Помните, россияне угрожали неделю назад, что будут сбивать британские самолеты над Черным морем? Потому что это самолеты шпионов. На самом деле, летает британский самолет, действительно, над Черным морем. Это аналог А-50, который мы сбили у россиян. Кстати, сейчас А-50 и не летают больше пока временно. Или постоянно над Азовскими Черными морями. Не умеют. Видимо, у них кончились майоры. Мы убили столько майоров, что у них больше нет. Британский самолет летает и как-то помогает управлять этой ракетой Storm Shadow. И, возможно, если что, может проконтролировать, по словам, получается, Шольца, те, кто разбирается в технических характеристиках, утверждают, что эту ракету можно проконтролировать, чтобы мы по Москве не шандарахнули. А у немцев нет такого, видимо, самолета, который будет это контролировать. И, соответственно, немцы не занимались операциями за рубежом после Второй мировой войны. Это правда. Нет такого самолета, который может это контролировать. И мы вдруг можем куда-нибудь не туда долбопахнуть. Причем куда? По Крымскому мосту. Это легально. Это никакое не втягивание Германии в какую войну. Это наша территория. Туверенная, украинская. Имеем полное право стрелять по Крымскому мосту. Кстати, Германия об этом говорила, что мы можем немецкое оружие использовать на территории Крыма, потому что это Украина. Он боится именно, что по Москве. Прямо по городу, не по крейсеру. Он именно этого боится. И мне кажется, его запугали. Я сейчас серьезно говорю. Вот если, вы знаете, одни и те же вещи, одни и те же слова. Такое сложилось у меня ощущение от этих ребят. От Макрона и от Шольца. Одни и те же слова, сказанные Путиным, Медведевым. Кто там еще у нас там угрожает? Ну, всякими там Маргаритами Симоньянами, неважно. А из серьезных, из взрослых кто? Ну, нет, Шойгура ничего не заявлял. По большому счету, Путин с Медведем. Да, это их такой парный конференц. Вот одни и те же слова, сказанные Путиным и Медведевым, у Макрона вызывают реакцию. Что? А ты кто такой? А я сейчас тебя это самое пасть порву. Это реагирует Макрон. А у Шольца? Не, 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 Ша уже никто никуда не идет. Понимаете? Одна и та же угроза. Медведя, что мы сейчас шандарахнем ядерные бомбы по Берлину и Парижу, в Париже вызывает реакцию. Кто? Вам что, еще раз Москву сжечь? А у немцев? Ой, нет, только Берлин не трогайте. Ну, понимаете, почему? Это же действительно советские люди сожгли Берлин, а французы сожгли Москву. Хм? Дикт мэ? Дикт мэ? Берлин не трогайте. Продолжение следует...